15 тысяч первоклассников пойдут в школу 1 сентября в Акмолинской области. Новшества в системе школьного образования, основные проблемы у отрасли, обеспечение учителей необходимыми условиями, все это обсудили на традиционной августовской конференции в городе Кокшетал. Подробности у наших корреспондентов. На повестке дня строительство и ремонт школ, модернизация материально-технической базы и поддержка молодых педагогов своего внимания требуют вопросы трехсменного обучения и улучшения состояния сельских школ. Поэтому в этом году на сферу образования направили огромные средства, порядка 170 миллиардов тенге. За три года на строительство и конструкцию объектов образования мы выделили, по государству выделили порядка 40 миллиардов, мы ввели в эксплуатацию 12 объектов. Это большие школы по 1200, по 900 мест. Сегодня у нас в области ведется строительство 14 объектов образования, стоимостью более 30 миллиардов тенге, которые 5 мы ведем в этом году. Тщательная дошкольная подготовка, максимальный охват детей различными секциями и кружками, доступность к цифровым сервисам. Именно за счет таких мер в регионе намерены повысить качество образования. Такая цель должна объединить всех педагогов области, отметили местные власти. Наша основная задача сокращение разрыва между городскими и сельскими школами. Для этого мы объединяем малокомплектные и опорные школы. Сейчас мы запланировали запуск пилотного проекта комплекс «Опорная школа. Магнитная школа», в котором будут участвовать 20 общеобразовательных учреждений региона. Все это мы начнем с нового учебного года. Отдельно прошло совещание главы региона и руководителей образовательных организаций, на котором было дано ряд поручений по совершенствованию образовательного процесса в районах. В завершении сельские школы при поддержке Фонда развития промышленности получили ключи от 65 новых автобусов для детей.